Приветствую вас, уважаемые заолюбители! Вы на канале Мир Животных. Мы показываем и рассказываем о всех животных нашей планеты. В этом выпуске мы поговорим о самой необычной и милой обезьянке – карликовая игрунка. Это необычное название уже многое может рассказать. Когда же говорят слово «обезьяна», то представляется крупное волосатое животное, но только не в этом случае. Игрунка карликовая, или как ее еще называют мармозетка, выглядит как крошечная мягкая игрушка. Именно благодаря своим размерам игрунка занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Животное больше похоже на мышь длиной тела 10, 15 см и хвостом 20, 23 см весит игрунка в среднем от 100 до 200 грамм. Необычен и внешний вид мармозетки. Длинный мех на голове напоминает гриву, а белые полосы на шерсти похожи на усы. А сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях хотели бы вы себе домой такую обезьянку. А мы продолжаем. Карликовая игрунка обитает в долине реки Амазонки, на юге Колумбии и Эквадора, на севере Перу и Боливии, в западных регионах Бразилии. Для жизни выбирает лесные опушки, берега реки и заливаемые сезонными паводками джунгли. Большую часть дня обезьянка тратит на поиск еды. В ее рацион входит древесный сок, для добычи которого животное подгрызает кору с помощью острых резцов, а также насекомые, пауки и фрукты. Насекомых карликовая игрунка отыскивает на земле, а с тонких ветвей срывает самые спелые и вкусные плоды. Изредка обезьянка ведет охоту на мелких птиц. Но все же ее излюбленным лакомством остается камедь. Чтобы до нее добраться, животное цепляется своими острыми коготками за ствол дерева и зубами разгрызает кору. Кора оберегает внутреннюю часть ствола повреждений. При нарушении ее целостности деревья выделяют специальную жидкость, чтобы закрыть рану и не допустить попадания в нее болезнетворных бактерий. Этот сок и пьет карликовая игрунка. Причудливые обезьянки дружелюбны, сообразительны и поддаются дрессировке, поэтому некоторые люди приобретают их у заводчиков в качестве домашнего питомца. Стоит помнить, что содержание необычной обезьянки в домашних условиях, трудоемкое и недешевое удовольствие. Благодаря тому, что карликовая игрунка не очень притязательна в выборе местности для жизни, она встречается довольно широко и не находится под угрозой исчезновения. При появлении поблизости с ней ястреба или другого хищника, обезьянка сразу же замирает и ни одно движение не выдает ее присутствия. В то же время этот вид, наряду с другими маленькими обезьянками Южной Америки, тамарин, мармазетка, вылавливается в достаточно большом количестве для продажи в зоомагазинах. По этой причине численность популяции в природе в последнее время начинает уменьшаться. Кроме того, раньше карликовых игрунок уничтожали, так как считали, что обезьянки переносят желтую лихорадку и малярию. Вплоть до конца 20 века их активно вывозили в заграничные зоопарки и в научные институты с целью исследования. Угрозой существованию вида в наши дни становится также интенсивная вырубка джунглей. Карликовая игрунка активна утром и после полудня, ночью спит в своих логовах на деревьях. Все свое время обычно проводит в кронах и ветвях деревьев, изредка спускаясь на землю. Передвигается на четырех лапах, даже по вертикальным веткам, способна совершать прыжки на расстоянии до 1 м, обитает в нижнем и среднем ярусе южноамериканского тропического леса. Предпочитает обезьяна для жизни лесные опушки, берега рек и части джунглей, заливаемые водой, где произрастает много деревьев. Карликовая игрунка, как белка, легко взбирается на верхушку дерева и в его листве способна ловко скрываться от хищников. В кроне дерева обезьянка находится в безопасности, так как способна передвигаться по самым тоненьким веткам, куда другие животные не рискуют заходить. Интересные факты о карликовой игрунке. Этот вид обезьянок метит свои участки при помощи ароматного секрета, что помогает ориентироваться сородичам и не заходить на чужую территорию. Между собой игрунки общаются с помощью щебетания. Их голосовой репертуар состоит из высоких звуков, которые не способен услышать человек. У карликовой игрунки маленькие уши, которые спрятаны в шерсти. Это одно из их отличий от родственных видов, у которых ушные раковины гораздо больше и даже украшены кисточками на кончиках. У этого вида обезьянок очень хорошо развиты слух и зрение. Интересно, что появление на свет близнецов у карликовой игрунки – это больше правило, чем исключение. Всего в 10 случаях из 100 в памяти у самки один или трое малышей. На этом выпуск про редкую обезьянку подошел к концу. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был канал Мир Животных. Хорошего вам настроения!